Благополучие эпидемиологической обстановки имеет первостепенное значение для курорта. В СУКО фактором риска являются несправляющиеся с нагрузкой очистные сооружения Министерства обороны. Начиная с прошлого года, администрация под руководством Юрия Полякова предпринимает все меры, чтобы привлечь внимание федерального ведомства и побудить действовать. Сегодня этот участок муниципального образования в СУКО – это динамично развивающая рекреационная зона, где идет строительство, развивается, и сегодня эти очистные просто не справляются. Мы будем говорить о том, что надо принимать какие-то меры, иначе дальше это просто будет беда для всей долины. Очистные сооружения канализации в долине реки СУКО были введены в эксплуатацию в 1987 году. Реконструкция с увеличением мощности до 1500 кубометров в сутки была проведена в 2006. Однако эксплуатирующие организации допускают дополнительные врезки в систему. Есть незаконные врезки. Кто допустил эти незаконные врезки? Берите, глушите им врезки, обрезайте им эти врезки. Это ваше право, вы имеете право, потому что кто-то, кто-то разрешил и допустил несанкционированную врезку. Может это было в 2016 году до вас, я не знаю, может быть в 2015-2017 году, но она сегодня существует. Если я не ошибаюсь, вы же не бесплатно сточные воды принимаете? Естественно. Естественно? Так идите и глушите. Состояние воды в реке СУКО и акватории Черного моря на этом участке на особом контроле Роспотребнадзора. Это неудивительно. Ежедневно на оздоровительные купания приходят тысячи детей. Военный прокурор соглашается. Ситуация требует немедленного вмешательства. Предмет, действительно, сегодняшнего совещания, это найти точки соприкосновения администрации и хозяина объекта Министерства обороны и принять меры к дальнейшему наведению порядка. Учитывая, что эксплуатируются эти очистные сооружения, объекты Министерства обороны только на 20%. Это надо брать во внимание. Как объясняют представители эксплуатирующей организации, заявка на капитальный ремонт инженерного сооружения направлена в Минобороны. Также принимаются меры для штатной работы очистных на протяжении всего лета. Персонал полностью комплектован, полностью штатом. Вот это, на лиционном хозяйстве операторы, лаборанты и так далее. Реагентами сегодня вот привезли 6-6 тонн до октября месяца нам полностью хватит. Глава Анапы подчеркивает, нужно кардинально решать этот вопрос. Это можно сделать, только передав очистные сооружения в муниципальную собственность. Это позволит городу-курорту разработать проект реконструкции и участвовать в целевых программах на условиях софинансирования. Благодаря настоятельной позиции Юрия Полякова процесс передачи запущен. Кроме того, будет проведена предварительная оценка состояния оборудования и предстоящих масштабов реконструкции.